На мой взгляд, в этой связке, на мой личный взгляд, в этой связке государственного частного партнерства в широком смысле слова частная сторона это наиболее важная, поскольку она менее защищена, это не государство. И с одной стороны, инструменты должны быть защищены для того, чтобы частные инвесторы шли, с другой стороны, конечно же, у вас есть свои преимущества в использовании конкретных или этого инструмента. Дмитрий, какое ваше видение того, насколько этот рынок перспективный или не перспективный, прежде всего, наверное, с точки зрения инвестора, и как вы ведете ваши текущие проекты и, возможно, переговоры по запуску нового? Спасибо, Анна. Так полагается, что мне сразу ответить на этот вопрос и все-таки пробежаться, отвечая на этот вопрос. Я думаю, что можно на прочевых моментах вашей презентации остановиться, о которых вы считаете, как сегодня они не были, а сейчас не были озвучены, и дальше уже ответить нужно. Ну, хорошо, я попробую емко, это, видимо, участь тех, кто в конце выступает, это емко, за 5 минут. Хочу успеть поблагодарить агентство местного развития Республики Дагастан за приглашение, например, участие в форуме, разрешаю честь, всем спасибо за это. Рад поделиться региональным опытом, мы прорабатывали в сет в ряде регионов, топ-5, и поэтому мой комментарий, в основе моих комментариев, собирательный опыт, собирательная обстановка, наблюдение, а не конкретный регион. Да, тем не менее, два слова сказать о контексте, из чего исходит бизнес. Мы заинтересованы во сети в первую очередь и главную, потому что это единственный, на наш взгляд, тип сделки, уравновешивающий соотношение риска и вложения. Вот известный, наверное, уже всем проект в российских железных дорогах по модернизации милевой прачечной функции, и там как раз соотношение риска и вложений было уравновешено. Проект нашел своих инвесторов и сотни миллионов инвестиций против длительности контракта в 15 лет. И как результат, полный порядок по части вилья и мягкого инвентаря в вагонах. В фокусе внимания компаний нашей это социальная сфера, больницы, детские сады. И вот как раз в РЖД многое упорядочено, а в социальной сфере, на наш взгляд, многое не упорядочено. И есть целая проблематика, на которой я не могу остановиться. Подробно изложил в своей публикации на Росинфра 2 и 22 года, кому интересно. И мы связываем это во многом с тем, что как раз бизнес-то заинтересован трансформировать эту нишу и созидать, так сказать, через введение модели аренды мягкого инвентаря. Но происходит это медленно и не системно, не повсеместно. И во многом мы как раз этой причиной видим соотношение риска и вложений не в пользу предпринимателям. Социальная сфера, как я сказал, представлена больницами, детскими садами и другими учреждениями. И исходя из такой совокупной потребности даже какого-то отдельного региона, хоть они все разные, тем не менее для удовлетворения потребностей ежедневной в мягком инвентаре необходим крупный инфраструктурный проект. Существенными инвестициями в оборудование, в текстиль, в соответствующие сроки окупаемости. И только через такие проекты можно действительно повышать стандарт услуг в учреждениях, ну и как следствие качества жизни в целом регионе. Подобные проекты есть. Видите на экране QR-кады. Практика, это уже стало практикой в одном из регионов. И, можно сказать, федерально прислана экономическая эффективность такой практики, с занесением в каталог агентства стратегических инициатив. И в этом году, буквально недавно, муниципальная практика Дарьяна Мякова и Дарьянских садов города Казани позволила городу занять победное место в федеральном конкурсе. Коли проект признается эффективным, естественно, у бизнеса стремление его оттиражировать. Но есть, наверное, вопрос, а как же это работает, вроде бы, а все это не работает, как вы это сделали. Отмечу, что проект реализован в результате инвестиционного соглашения, и контрактная масса набиралась годами в соответствии с процедурами 44-го закона. Надо сказать, что инвестиционное соглашение, да, это не соглашение о концессии, не с ГЧП, не о ФСЕД, видимо, уже будущий, в нем есть множество рисков. Хоть инвестиции в Татарстан это надежные инвестиции, тем не менее, если абстрагироваться от региона, то повышенный риск, который место не готов на себя взять. Мы сейчас уже видим, что спустя 10 лет подобный проект решателен. Почему проблемная зона указана на экране, качество заказа. Инвесторы не идут в инфраструктурную службу. Мы видим, что есть улучшения, коллеги, так сказать, по ЦЭКу стараются, внедряют модель аренды там, в отдельных учреждениях, но системно это не происходит. Мы в свете известных изменений в 44-й закон вышли с инициативы о заключении оффсетного договора в ряде регионов, и инициатива была подплачена нам с разным энтузиазмом, тем не менее, вот не буду повторяться, да, проблематики, с чем мы столкнулись, но ключевое, что действительно не найдена надежная конструкция оффсетной для обеих сторон. Инвестору нужен объем, регион скован ограничениями по части законодательства, и естественно, обеим сторонам нужен устойчивый проект. Надежная конструкция или устойчивый проект – это тот проект, по которому положительное решение будет принято и в последующем не будет к этому вопросу ни у кого. На наш взгляд, я сложно, мы за любые изменения, которые позволят заключать оффсетный договор, но наше представление с учетом полученного опыта и работы командам региональных разъяснений Минфина, отношения к этим разъяснениям и общей проблематике по консолидации заказа и финансирования такой сделки нам представляется, наверное, самым ясным путем – это внесение изменений в федеральное законодательство, которое бы предусмотрело заключение множества оффсетных контрактов с заказчиками одного региона с единым суммарным встречным обязательством. Но вот наше видение такое. При этом хочу подчеркнуть, что даже когда это произойдет, на мой взгляд, это не будет катализаторным, стимулом к заключению множества оффсетных контрактов по всей стране. Почему? Потому что есть и другие факторы, которые влияют существенно на успех отработки инвестиционного проекта. Это мы видим сложности о своей консолидации потребностей. Ну, мы везде, да, практически во всех регионах. То есть мы не понимаем, кто главный, с кем говорить об этой потребности. Она не консолидирована, она непонятна. Инвестору важно понимать вот эту вот часть сбыта в своем бизнес-проекте. И мы видим скованность консолидировать эту потребность. Одно дело, что она еще не консолидирована, но и стремление ее консолидировать, но сильный нет. И мы связываем эту скованность как раз с какими-то техническими сложностями выяснить это в совокупности заказчиков. Мы столкнулись с мнением, что ОФСЕД вреден в части конкурентности. Что это инструмент монополизации рынка. Ну, не знаю, почему такое мнение довольно твердое сложилось. Не знаю, насколько оно скажется и повлияет на перспективы развития ОФСЕД, заключения ОФСЕД. Но ведь сделки заключаются по тому же 44-му закону согласно процедурам. И стремление регионов и стимулирование всех этих сделок во многом излишнется на стремление привлечь инвестиции, найти качественную услугу, которая может быть только в результате консультации заказа. Вот, нечестно говоря, у меня вот нету ясного видения, что могло бы помочь, исключить этот фактор. Но вот, может быть, отдельно можно это подискутировать. Все-таки, можно ли как-то публично признать, это влияет на конкурентность или не влияет? На мой взгляд, на три представленных пункта, если упорядочить работу таким образом, это действительно послужит, будет серьезным прорывом. И мы увидим много сделок, много контрактов. Правда, надо сказать, что вот аренды мягкой инвентаря, белье в больницах, в детских садах, все-таки, ну, не приоритетная задача. Хотя, надо сказать, что она чувствительна и занятна. Мы это видим по откликам наших заказчиков, заказчиков наших коллег, когда обновляется белье в больницах или в детских садах. То есть, это прямая рефлексия положительная пациентов и тех же родителей, которые приводятся в детские сады. В заключение, позвольте себе такую, на мой взгляд, перспективную гипотезу в пользу того, чтобы наша ниша была более заметна в рамках страны. Ведь мы с вами люди, и у нас мы склонны, и бывает так, что нам необходима медицинская помощь. Желательно, чтобы была плановая. И у нас есть дети. Вот в контексте того, повышает ли это качество жизни, мы считаем, определенно да. И перспективность гипотез, понятно, что управляющие, управленцы смотрят регуляторы с позиции эффекта, с позиции цифр. Я вам скажу, что если страна большая, давайте мыслить широко, если это перевести на цифры, то что будет в результате, если трансформировать эту бельевую функцию везде, во всех регионах? Это будут инвестиции порядка 10 миллиардов рублей в оборудование, порядка 5-6 миллиардов в текстиль для запуска проекта, и последующие ежегодно порядка 1,5-2 миллиардов. Это создадутся компетентные рабочие места, задействован все тот же персонал, который сейчас этим занимается, но уже с большими компетенциями, это порядка 5 тысяч плюс сотрудников. И налоговые отчисления, ну это круглый, конечно, да, но примерно 2-3 миллиарда в год. То есть, может быть, эти цифры, да, как бы сказать... Мотивируют, смотивируют... Да, смотивируют обратить внимание регулятора на то, что вот дать возможность представителям непризнанного отрасли к стильному сервису сделать свое дело и вклад в улучшение качества жизни страны. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Тут, кстати, вот, Максим, ваш тезис про проблемы с конкуренцией говорит о том, что, возможно, эту проблему можно решить через обязательства инвесторов, часть услуг закупать УМСП, чтобы снять, да, эту проблему, да. Ну, может быть, когда будем разрабатывать те самые предложения по итогу сессии, как-то покрутим эту идею. И завершающий тезис... Directed by. zostанin. ��инь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова